Православные верующие отметили праздник Казанской иконы Божьей Матери. После божественной литургии в Покровском кафедральном соборе прошли крестным ходом до набережной к часовне святителя Алексея, митрополита московского, небесного покровителя Самары. Мы собрались здесь в такой праздник, вот в осеннее время, чтобы Божья Матерь покрыла своим святым честным амафором землю российскую, чтобы снаряды не летали над Матушкой России, чтобы Божья Матерь вывела из плена, которые остались наши воины. Около часовни состоялся торжественный молебен о сохранении и оздравии российских солдат. Чтобы Бог помог даровать нам победу, особенно просили Божью Матерь, которая всегда в трудные времена помогала нашему русскому народу. Крестный ход и молебен прошли с чудотворной иконой Божьей Матери – взыскания погибших. Это одна из главных святынь Самарской земли. Это икона, связанная с государственностью российской. И сегодня в непростые времена, когда практически опять-таки объединились темные силы против России, как мы все знаем, мы совершили этот крестный ход, мы молились о России, о нашем православном войне, о нашей стране, о наших правителях, о покровительстве Пресвятой Богородицы, о том, чтобы нам в эти страшные времена выстоять. Именно казанский образ Богородицы сопровождал и поддерживал войско Менина и Пожарского, когда народное ополчение осенью 1612 года освободило Москву от захватчиков. Через несколько лет после победы князь Пожарский инициировал строительство на Красной площади собора в честь Казанской иконы Божьей Матери. А с 2005 года в России 4 ноября отмечают День народного единства. Светлана Тимофеева, Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.